Облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Бери пример соседа. Для всех и каждого компания Титан. Не только активистов ночного патруля и сотрудников ДПС может винить в прерванном свидании с женщиной водитель Рено Логан. Мужчина сам выдал свое состояние, когда поехал на автомойку отмывать автомобиль от грязи. Машину он привел в порядок, а вот одежду нет. Штаны, обувь и даже футболка. Все было испачкано. Для очевидцев это и стало поводом позвонить на горячую линию общественников. Почему к свиданию стоит готовиться тщательнее в следующем сюжете. Активисты ночного патруля едут за грязным водителем чистого Рено Логан. Пять минут назад он отмыл кузов машины на автомойке, но сам был мягко говоря испачкан. Мужчину этот факт нисколько не смутил, а он сел за руль и поехал. В сторону Попова едет по Калина. Сергей 529, Николай Анна 43. Идеальный его манеру вождения не назовешь. Водитель то ускорялся, то забывал включать сигналы поворота. Так, едет по бесповоротника, зашел на Некрасово в сторону автовокзала. Бесповоротника зашел. Через несколько секунд машину догнали сотрудники ДПС. Водитель Рено послушно передал инспекторам все документы, надеялся быстро получить их обратно и уже поехать к некой Екатерине, которая ему названивала. Но все пошло не по его плану. Инспекторы сразу обратили внимание на состояние и внешний вид Василия. О том, что стряслось до задержания, он не говорил. Мужчина, вы где так испачкались, мужчина? Где испачкались? У вас штаны грязные просто. Борис и штаны. Водителя надолго посадили в патрульный автомобиль. Тем временем в салоне Рено сверкали гаджеты. На смартфоне можно было увидеть танцевальный клип. А судя по кнопочному телефону, некто Екатерина все никак не могла дождаться ответа на звонок. Судя по документу на переднем сидении, Василий работает водителем, перевозит пассажиров. Впрочем, в тот вечер он явно был не на работе. Водитель явно не хотел расставаться с правами, поэтому решил повредничать во время административных процедур. А свидетельствование на состоянии алкогольного опьянения будете проходить? А свидетельствование? Вы скажите да и нет, и все, от вас только это требуется. Ну, ясно. Не будет. Будете или не будете вы себя отходить? На водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Права у него могут забрать в суде уже примерно через месяц. Машину полицейские вправе забрать сразу после отказа от экспертизы. Не исключено, что Василию уже сейчас можно подыскивать себе новую работу. Сергей Пичугин, Константин Кузнецов. Место происшествия.